МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Происшествия» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе-области сегодня, 1 апреля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувшие сутки выдались напряженными для сотрудников МЧС. Так, сегодня рано утром в Старом Кировске во время пожара в частном доме погибли 3 человека. Накануне вечером в Ленинском округе спасатели тушили крупный автоцентр. Ночью в Омске сгорел дорогой внедорожник, а в колоссовке огнеборцы спасли от гибели стада коров. Сигнал о пожаре в Кировском округе поступил на пульт в 6.30 утра. К прибытию спасателей частный дом был уже полностью охвачен огнем. У строения рухнула кровля. Зная, что в комнатах могут находиться люди, бойцы звена газодымозащиты бросились внутрь. Пожарным удалось вынести из огня 28-летнего мужчину. С ожогами его отправили в больницу. Во время разбора завалов были обнаружены 3 трупа. 40-летнего хозяина дома и двух его гостей – мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. По факту гибели трех человек следователи начали проверку. Вечером в Ленинском округе на Московке сгорела станция техобслуживания. Пожар произошел на улице Первая Путевая в автоцентре с названием «Путевый». Изначально огонь возник в автобусе ПАС, который был припаркован вплотную к автомойке. В считанные секунды пламя перекинулось на здание. По деревянному перекрытию стихия добралась и до магазина запчастей. К прибытию пожарных расчетов горели уже три помещения. С огнем боролись 36 сотрудников МЧС на девяти спецмашинах. Из горящего здания спасли сторожа СТО, который из-за дыма сам не мог выйти на улицу. К 10 вечера пожар был ликвидирован. Огнеборцам удалось спасти два припаркованных автомобиля и часть здания магазина. Со слов очевидцев, станция техобслуживания и автомойка выгорели полностью. А в колоссовке в 3 часа ночи загорелся коровник. Спасателей вызвал сторож после того, как заметил огонь в подсобном помещении. Почувствовал оттого, что мне очень жарко. Начал, глаза открыл, смотрю, у меня потолок горит. Поднял голову, у меня полстены вот это все горело. Я ногой выбил двери. К моменту прибытия пожарных возникла реальная угроза перехода пламени на хлев. Огнеборцы начали тушить очаг и одновременно выводить коров на улицу. Через 20 минут опасность была ликвидирована. А в центральном округе Омска на улице 5-й армии ночью горел автомобиль. Пламя из окна квартиры заметил местный житель. К приезду пожарных джип «Чироки» был полностью охвачен огнем. Машина стоимостью 2 с лишним миллиона рублей сгорела дотла. Совсем новое авто принадлежало предпринимателю. Не исключено, что это был поджог. Двое мечей предстанут перед судом за изнасилование 22-летней девушки. По данным следствия, потерпевшая, выйдя из ночного клуба, попросила незнакомых людей довезти ее до дома. Но вместо этого злоумышленники увезли жертву в амурский поселок, где изнасиловали ее и забрали золотые украшения. В дальнейшем подозреваемые сдали драгоценности в ломбард, а деньги потратили в ресторане. При помощи камер видеонаблюдения местонахождение подозреваемых было установлено. Один из преступников ранее неоднократно бывал наказанием в местах лишения свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений. Оба обвиняемых нигде не работали. В отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за совершенные им деяния предусматривает до 10 лет лишения свободы. Инспекторы ГИБДД на Тюкалинском тракте остановили автовоз. Житель Новосибирской области перевозил на прицепе 4 иномарки. Когда полицейские стали проверять документы на груз, то выяснилось, что государственные знаки на двух машинах находятся в федеральном розыске. Документы и номера на Сузуки, Гранд Витара и на Ниссан Теида были изъяты. Сейчас инспекторы проверяют историю этих автомобилей. Сотрудники полиции дали урок безопасности будущим мамам. Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили родителям об ответственности за будущего ребенка. Встреча сотрудников ГИБДД прошла в первом роддоме. Инспекторы рассказали, как правильно перевозить малыша, переходить дорогу с коляской и устанавливать детское автокресло. Как оказалось, немногие знают, что первая в жизни поездка младенца должна проходить не на руках у родителей, а в специальном удерживающем устройстве. У меня, допустим, ребенок ожидается в мае, в конце мая. И я для себя сделала вывод, что в люлечке я могу перевозить ребенка, потому что комбинезон, допустим, мне уже не понадобится. Глядя на цифры статистики, инспекторы пришли к выводу, что воспитание культуры поведения на дорогах должно начинаться не с пеленок, а еще до появления малыша на свет. По итогам текущего года произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, 40 детей в них пострадало. Более 50% случаев по вине именно родителей, которые перевозили своих детей без детских удерживающих устройств, к сожалению. В конце занятия беременные мамы получили памятки, чтобы после рождения детей родители не забывали о безопасности своих чад. И еще одна новость, которая вполне могла сойти за первоапрельскую, если бы она не была такой грустной. В интернете появились видеозаписи того, как хоккеист томского авангарда Игорь Мусатов сначала устроил дебош в ночном клубе, а потом и в отделении полиции. Напомню, инцидент произошел несколько дней назад в Москве. Иди отсюда. Ничего не скажете? Иди отсюда оба. Ты, ты и ты. Пошел отсюда. И ты. В прошлом году многие амичи стали считать москвича Игоря Мусатова чуть ли не своим земляком. Ну, во-первых, хоккеист женился на амичке двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Во-вторых, Мусатов в этом сезоне выступал за авангард. И вот после последнего проигрыша хоккеист вернулся в Москву и решил отметить начало каникул в ночном клубе. Как рассказали администраторы заведения, под утро известный посетитель собрался уходить, но у него не хватило для расчета 1700 рублей. Деньги Мусатов обещал завести позже, тем не менее охрана его не выпустила. Нападающий стал приставать к другим гостям бара, чтобы те дали ему денег, но получил отказ. Администрация вызвала полицию и пьяного хоккеиста доставили в отдел УВД. Рассказывают, что в участке Мусатов снял себе ботинки и начал ими кидать в полицейских. Спустя сутки дебошира отпустили в Освояси. С омским авангардом контракт у Мусатова действует до 30 апреля. Но, как уже заявили в клубе, такой хоккеист нам не нужен. В омской команде нападающий заслужил один из самых низких показателей полезности. Кстати, руководство «Авангарда» наверняка знало о прежних скандальных похождениях Мусатова. Тем не менее, его взяли в команду. Напомню, ранее хоккеиста задерживали за пьяную езду и за избиение человека. Но, как говорится, сколько шакала не корми, он все равно в степь смотрит. Пожалуй, главным спортивным достижением Мусатова так и останется брак с Евгением Канаевой. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте 12-го канала. Всего доброго и до встречи. Надеюсь, завтра криминальных новостей будет меньше. Редактор субтитров А.Семкин